Губернатор Свердловской области Евгений Кувешев, подводя итоги работы делегации региона на площадке Петербургского международного экономического форума, отметил, что одним из результатов стало создание задела для дальнейшей работы на Инопроме. Работа в рамках Петербургского международного экономического форума была насыщенной для всей Свердловской делегации. В ходе работы главе региона удалось подписать ряд важных соглашений, которые призваны укрепить позиции Свердловской области и привести к улучшению жизни уральцев. На полях Петербургского международного экономического форума 2018 были достигнуты договоренности со стратегическими партнерами в сфере конгрессно-выставочной деятельности. Одним из принципиальных для уральцев и знаковых моментов форума стала речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании. Глава государства пригласил всех к участию в глобальном саммите производства и индустриализации, который пройдет в Екатеринбурге в 2019 году одновременно с Инопромом. По словам Евгения Куйвышева, регион готов принять гостей на самом высоком уровне. Еще одним значимым событием стало оглашение национального рейтинга инвестиционного климата российских регионов, подготовленного Агентством стратегических инициатив. Свердловская область показала достойный результат, переместившись с 33-й позиции на 20-ю. Также в числе основных итогов работы на форуме в Санкт-Петербурге Евгений Куйвышев назвал успешное проведение переговоров, касающихся развития медицинской отрасли Свердловской области, в частности санитарной авиации. Кроме того, по словам губернатора, делегация региона успешно использовала площадку форума для продвижения российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2025 в Екатеринбурге. Уверен, что те соглашения, которые были подписаны сегодня, с ростом нефти, которые будут подписаны и уже начали готовиться после сегодняшнего форума в Екатеринбурге. Еще один шаг к решению нашей главной задачи – улучшение качества новой машины.